МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь смогут привлекать ипотечные кредиты. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Документ определяет поинокопление как право требования и предусматривает возможность его передачи в залог. Таким образом, люди смогут улучшить свои жилищные условия путем вступления в ЖСК. Также, согласно законопроекту, земельные участки в собственность теперь будут передавать только после того, как построенный дом ведут в эксплуатацию. Как рассчитывают в Минстрое России, это существенно снизит риски их нецелевого использования. Отмечу, по данным АИЖС, всего за 9 месяцев текущего года было выдано около 700 тысяч ипотечных кредитов почти на 1 триллион 300 миллиардов рублей. Причем седьмая часть от общего числа была выдана только в сентябре. При этом средний размер одного кредита составляет 1 миллион 830 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель был 1 миллион 700. В условиях стабильных цен на жилье это говорит о том, что снижение ставок позволяет гражданам приобретать жилье в большей площади. Примечательно, что уменьшается доля просроченной задолженности свыше 90 дней. На сегодня она снизилась до 2,44%, в то время как годом ранее было чуть больше трех. В том числе активно стали брать кредиты и жители Тюменской области. Благо, есть что покупать. Только за 8 месяцев текущего года в регионе было сдано 760 тысяч квадратных метров жилья. ИЖС 384,5 тысячи квадратов. Такие показатели позволили нам стать лидерами по вводу жилья в Уральском округе. Строительный бум у нас наблюдается не только в сфере жилья. Накануне в областном центре мостовики сдали новый объект. Путепровод через Туру по улице Мельникайте. Приступили и к строительству дублера, но для начала демонтировали оба пролета старого совмещенного моста. Предлагаю посмотреть, как это было. Снять старый пролет с опоры – это только первый шаг, который длился несколько часов. Работы начались в 8 утра, и только приблизительно около 15.40 ферму все же удалось сдвинуть с места. В руках профессионалов громоздкое сооружение весом в 1000 тонн словно взмыло вверх. Дальше буксировка к пирсу. Без лишних движений и по четко отработанной траектории. Главное – никакой спешки. Работы выполняются специалистами, которые имеют большой опыт работы строительства и вне классных мостов. Это мост через Иртыш-Кантамасийский, мост через Опи-Сургуте, которые сдали совершенно недавно два моста через Тобол на федеральной трассе. Операция для Тюмени уникальная. Проходила в два этапа. Первый – демонтаж железнодорожной части. Вот спустя неделю – автомобильный. Стать свидетелем такого события волнительно и немного грустно. А мост, простоявший почти полвека и потерявший свою пропускную способность, отправят на утилизацию. А ведь с ним связаны воспоминания многих тюменцев. Леша здесь учился у нас. По этому мосту каждый день практически ездил. В институт вот здесь недалеко. Ну а мы здесь с 99-го года по нему и пешком, и на велосипеде, и на машине туда-сюда. Память останется, конечно, на всю жизнь. Ответственная миссия выпала и журналистам. Вооружившись фото- и видеокамерами, представители всех местных СМИ пришли на берег Туры, чтобы дописать историю Тюменского совмещенного моста. Сейчас мы все с жадностью пересматриваем фотографии или видеозаписи конца 80-х, или середины 80-х. Это что 80-х? Первомайская демонстрация 61-го года не так давно в Фейсбуке наделала много-много шуму. То есть мы это смогли увидеть только благодаря тем людям, которым было не все равно, которые смогли это сделать, зафиксировать. Сейчас происходит примерно то же самое. Совмещенник заменит два новых путепровода, каждый в три полосы. По одному движению уже запущено, сдать второй подрядчик обещает через год. Если говорить в целом о всей улице Мельникаете, то, согласно задумке, она должна стать скоростной с непрерывным движением. Для этого построить несколько развязок. Строительство двухуровневой на пересечении с Дамбовской приступит уже в этом году. По проекту она будет представлять собой клеверный лист из восьми съездов. Четыре правоповоротных и четыре левоповоротных. Их общая длина составит около двух с половиной километров. Для движения пешеходов предусмотрены тротуары, надземные и подземные переходы. Благоустроят в Тюмени и места отдыха. К примеру, лесопарк Затюменский. Вопрос от телезрителя как раз о нем. Написал нам Владимир. Мужчина интересуется, когда закончат благоустройство и произойдут ли изменения в самом лесопарке. Владимир, сейчас все еще продолжается первый этап благоустройства. Пока погода позволяет ко второму, подрядчик приступит только в следующем году. Тогда-то он и зайдет в сам лесопарк. А о том, что там уже успели сделать, нам рассказала глава Калининского округа Марина Артемьева. Марина Николаевна, здравствуйте. Вот мы с вами сейчас находимся в лесопарке Затюменский. Я так понимаю, что работы продолжаются. Подрядчик все еще находится на объекте. Что успели сделать за первый этап и когда он завершится? Мы пользуемся любым теплым деньком, который позволяет выполнять работы. На сегодняшний день у нас основная велодорожка, это променадная зона, она практически у нас готова со стороны Барнаульской. И будут готовы парковочные места в этом году. То есть безболезненно для населения уже можно будет припарковаться и пользоваться парком. Вот сейчас мы с вами прогуливаемся, я так понимаю, по новой дорожке, достаточно широкая. Для кого она предназначена? Пешеходы? Здесь пешеходы и велодорожка совмещенная. То есть она на следующий год будет выкрашена, естественно, цветовой гаммой, для того, чтобы развести потоки пешеходов и велосипедистов. А какова ее протяженность? Она вот только вдоль улицы Барнаульской или... Нет, она в круговую велодорожка идет полностью вокруг парка. И в этом году мы, услышав наше население, много очень было вопросов о том, что возможность покататься на велосипеде. И внутри тоже будет возможность покататься на велосипеде. Внутри, я так понимаю, это только вот на следующий год, да? Да, это будет на следующий год. Уже разбивочку мы сделали, посмотрели, у нас помещается. Сначала мы хотели не заводить туда велосипедистов, но большинство жителей высказали свое пожелание для того, чтобы можно было отдохнуть и прокатиться по парку. Что, какие еще изменения произойдут внутри лесопарка? Внутри лесопарка появятся арт-объекты. Уже известно их количество, как они будут выглядеть, из чего они будут делать? Я думаю, что лучше пусть будет это сюрпризом для тех, кто придет зимой и посмотрит что-то новенькое в нашем парке. Потому что, когда рассказываешь, уже говоришь, уже как бы заинтересованность есть, но уже не так. А когда люди пойдут покататься на лыжах, сразу говорю, будет поставлена навигация, будет освещение лыжной трассы. То есть возможность уже зимой наше население ощутить, как можно будет пользоваться парком на лыжах. Помимо велодорожки, помимо арт-объектов, обещали еще, если я не ошибаюсь, площадки для выгула собак. Там очень большая такая территория. Ну, вы решили, что площадки для выгула собак мы сделаем на следующий год, уже ближе к открытию. На сегодняшний день мы стараемся, чтобы обеспечить беспрепятственно, люди могли пешеходы ходить, на велосипедах, пока погода позволяет. Вот, кстати, дорожкой-то пользуются. Мы и работаем, но никто еще и жителей не сказал, что нам было неудобно или как-то дискомфортно. И будут обустроены, уже есть новые парковочные места. У нас их 293, то есть на 60 парковочных мест добавится автомобилистам. А на каком этапе идет освещение в этом году? Освещение 100% мы включим и по парку, и вокруг. Уже заметили, к концу недели мы поставили новые опоры освещения на улице Аккумуляторной, в пятницу мы уже включили. Мария Николаевна, а вдоль дорожки, по которой мы гуляем, трубы торчат из-под земли? Это какие-то заготовки? Это вот как раз по закладке сделаны, под освещение. То есть уже в ноябре месяце мы будем опор освещения, все подключение будет. Вы заметили, там вот работает сейчас бригада, вот эти опоры электроснабжения, которые идут по улице Барнаульской, тоже уйдет у нас в подземлю. То есть вот таких вот этих страшных деревянных опор здесь снаружи уже не будет. То есть вот то, что сейчас торчит из-под земли, в ноябре это торчать не будет? Нет, 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 они не под напряжением, это еще даже не подключено ничего, так что они могут не волноваться в рамках техники безопасности. Но просьба лучше руками ничего не трогать. Это не для того, чтобы, как бы, что только может ударить, а для того, чтобы все-таки люди делали, чтобы ничего не осталось на том же месте, где оно есть. Следующий этап, на следующий год, он когда начнется? Как только позволит погодные условия, как только мы сможем зайти в парк. И сколько по времени будет длиться второй этап? Когда планируете сдать полностью объекты, готовые уже? Планируем подарить дню города. Естественно, будет на день города, будет такой вот подарок, и люди могут воспользоваться, будет полноценно парком. Парк этот будет необычный, это экологический парк, тут очень много интересных задумок. Я думаю, что кто будет посещать парк, получит много-много очень удовольствия. Спасибо вам большое, Мария Николаевна. Пожалуйста. Завершается и очередной этап благоустройства Тюменской набережной. К концу года там откроют новый участок. Все подробности в сюжете. Вот так брусок в брусху Тюменскую набережную удлинили на 700 метров от маста Челюскинцев до Масловского взвоза. Уже установили фонари, сделали ограждение, привезли лавочки. Брусчатка в основном вся уложена, асфальт, парковка, склоны облагоустроены, посажены растения, поэтому сейчас мы заканчиваем все оставшиеся виды работ. Ближе к концу года вот этот объект откроется для посетителей. Но будет это не просто местом отдыха. Эта часть Тюменской набережной хранит в себе историческую ценность. В границах этого объекта находится территория первой в Тюмени железнодорожной станции. Именно сюда в 1917 году привезли Николая Второго. И уже отсюда царскую семью на пароходе перенаправили в Тобольск. Так вот, рельсы, по которым в те годы ходили поезда, все еще сохранились. С их помощью планируется восстановить около 20 метров той самой железной дороги. Отреставрируют и здание. В их числе первая в Тюмени водонасосная станция. Она заработала в 1864 году. Ее мощность была 20 тысяч ведер в сутки. А здесь располагалась контора пароходства. Сооружение совсем обветшало. Поэтому его снесут полностью и возведут точную копию. Подгаусс номер один, который первый, вот как мы спускаемся с масловского взвоза. Там это частная собственность и там жилой дом. А следующий подгаусс, там предполагается предприятие общепита. Кроме этого мы еще и занимаемся реставрацией масловского взвоза. Его тоже приблизят к первоначальному виду. Дорожники проведут серьезные укрепительные работы. И проехать здесь можно будет уже к лету. Парковка на 129 машиномест почти завершена. Работы продолжаются и на участке от устья реки Тюменки до Свято-Троицкого монастыря. Всего к концу года набережная станет длиннее на 1300 метров. И ее общая протяженность составит 3 километра. Спонсор выпуска многопрофильная компания «Фасад Сибири». «Фасад Сибири» – живите с комфортом. «Фасад Сибири» предлагает широкий выбор кровельных и фасадных материалов, водосточных систем и сопутствующих товаров. Полная комплектация объекта от самореза до кровли. Монтаж любой сложности. «Фасад Сибири» – создаем уют в ваших домах. Широтная 29 дробь 3. Это все, что мы успели рассказать. Если у вас есть к нам вопросы, пишите на электронную почту. Ее адрес – новостройка.собака.сибинформбюро.ру Принимаем сообщение мы и по телефону 688-946. Напомню, все выпуски программы можно найти на канале Тюмен Тайм в Ютубе и на нашем официальном сайте. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин